Алексей Каркищенко Повесть «Полосатые чудаки» Глава первая Отрывок День стоял жаркий Солнце полило все свои триллионы киловатт По крутой тропинке, обливаясь потом, пробирались трое Передний, рыжий, с облупленными ушами в конопушках Нес на спине мешок, в котором угадывалось что-то большое и цилиндрическое У второго, толстого, на шее висел смотанный в круг шнур Назначение которого определить было довольно трудно У третьего, высокого и худого, на поясе болтался огромный будильник Наконец они остановились, оценивающие глядели местность Перед ними, насколько хватало глаз, лежало ослепительное море Площадка что надо, лучше не найти Удовлетворенно сказал рыжий и сбросил со спины мешок Послышался медный звон Площадка, которая привлекла внимание странных путешественников Находилась на небольшом обрывистом мысу, возвышающемся над морем Занять боевые позиции, скомандовал рыжий Его спутники тот час принялись за дело Из мешка был извлечен старинный самовар и установлен на каменной плите Самовар был без краника В отверстие пропустили конец шнура Все это делалось сосредоточенно, четко и без лишних слов Чувствовалось, каждый знает свои обязанности Шнура смотали и протянули вниз к кустам, где и залегли Самовар самодовольно вырисовывался на фоне синего неба Он мирно сверкал начищенными боками И видимо не подозревал, какая необычная роль ему уготована Вот это да! — восхищенно сказал рыжий, по всему предводитель экспедиции Здорово он похож на фотонную ракету Далеко полетит! — поддакнул худой, разматывая шнур Пороху маловато, еще бы хоть пачку! — сказал третий, толстый Я тебе говорю, далеко полетит! Заводя будильник на бой, с жаром заверил худой Его глаза блестели, и была в них какая-то неземная отрепленность Далее все происходило, как и должно при запуске ракеты В далекие космические просторы «Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять!» — считал рыжий «Четыре, три, два, один! Ложись!» Шнур уже дымился у самого отверстия «Старт!» — в магическом шепоте слились три голоса Но самовар, как ни в чем не бывало, продолжал сверкать И вовсе не собирался покидать родную землю Где он стольких напоил сладким горячим чаем «Старт!» — самовар никак не отозвался на этот грозный приказ Тогда рыжий, по-видимому, главный конструктор Повернулся к худому, который, вероятно, был ниже рангом «Что это значит?» — шнур я сделал по всем правилам «Полная гарантия!» — доложил тот Главный конструктор обратился к толстым «Ну?» — порох высшего качества Охотничий, дымный И, как бы вымаливая снисхождение, добавил «Ты же сам знаешь!» В этот миг из самоварного сопла ударил сизый дым Совершенно не торжественно самовар подпрыгнул, как жирный гусь Завалился на бок и, жужжа и бабахая, разбрасывая огонь С прискоками покатился вниз, туда, где, онемев от ужаса, замерли конструкторы Они не успели что-либо предпринять «Будь сему!» — успел прокричать рыжий предводитель Но, конец слова, вероятно, он хотел сказать «мужчинами» или «мужественными» Покрыл страшный грохот И весь мыс мгновенно затянуло мутным клубящимся дымом Где-то в вышине заливисто затрещал будильник Камни, сброшенные вниз взрывом, с гулким плеском упали в воду И над заливом повисла звонко зловещая тишина Субтитры создавал DimaTorzok